Можно было гораздо легче, я не просто доказал, что там есть единственное представление, но я и выяснил, там вот с такими-то степенями, там до какого числа и так далее. На самом деле это делать было необязательно, потому что кроме жадного алгоритма, есть еще другой. Давайте я объясню, как этот самый другой алгоритм работает в двоичной системе счисления. Вот помните, в двоичной системе счисления у нас было там представлено несколько, какие там, я точно помню, что число 321 было, и еще какое-то. И 285. И 285. Вот давайте именно на их примере я все и покажу. Господа, мы там как делали? Жадным алгоритмом. То есть говорили, что число 321 заключено между числом 256 и числом 512, правильно? Отлично. А зачем? У нас тут уже один начальник говорил. Число 321 нечетное. А что значит, что оно нечетное? Это значит, что в двоичной системе последняя цифра будет единица. Мы должны использовать единицу. Потому что если мы будем пользоваться только двойками, четверками, восьмерками и так далее, у нас все слагаемые будут четные и нечетные результаты никак не получат. Согласны? Отлично. А вот дальше замечательная идея. Когда мы сдвигаемся на один двоичный разряд, реально мы число изменяем в два раза. Поэтому здесь мы должны записать половину от числа 320. Это, кстати, сколько? 160. 160. 160 число какое? Четное. Значит, я сюда пишу 0, а перед ним должен написать половину от 160. Это сколько? 80. 85 четное. Пишу 0, а здесь напишу половину от 80. 40. 40 четное. Осталось написать 20. 20 четное. Осталось написать 10. 10 четное. Осталось написать 5. 5 нечетное. Осталось написать 2. А 2 или единица, или 0. Пожалуйста, проверяйте. Так у нас было или нет? Да. Так. Поехали. Представьте точно так же 285. Пишу единичку. Вот это вот в двоичной системе. Ну, не в десятичной, а в двоичной, да? Единичка. Осталось 284 пополам. Это сколько? 142. 142. 142 число... Четное. 71. 71 нечетное. 70 пополам 35. 35 нечетное. 34 пополам 17. 17 нечетное. 16 пополам 8. А 8 это все знают. Это и нолика, и 1. Потому что все время четное. Поняли? Да. Мы не обязаны смотреть на большие степени двойки. Когда записываешь число в систему по основанию 2, не обязательно идти со старших цифр. Можно наоборот идти с самого младшего разряда. А теперь давайте подумаем, как в нашей задаче можно было идти по младшему разряду. Поймем, как вообще выглядит в нашей задаче разложение любого числа. Ну, есть какие-то большие-большие-большие степени двойки, да? А что там, где единичка, там, где двойка? Вариантов на самом деле не так много. Может быть вариант, что нет двойки и нет единицы. Как называют такие числа? Даже не то, что четные. Они что? Они делятся на 4. Отлично. А, кстати, правда, зачем я написал, что нет двойки? А напишу я просто, нет единицы. Если нет единицы, то это называются четные числа. Ребята, и для них задача решается очень просто. Если вам дали число n, и надо его расписать, в конец написать нолик, в знак того, что число 1 мы не берем, а здесь написать число n пополам. Следующий вариант. Идет, 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 идет в конце единица. А вам понятно, что перед этим тогда двойки славляемого не будет? А там спрещено, если единица есть, то двойки нет. А это называются числа, дающие остаток 1 в разделении на 4. Остаток 1, если делить на 4. Ребята, и идея очень простая. Если вам дали такое число, надо сделать следующее. Надо в конец написать единичку, а здесь написать число n-1, деленное на 4. Все поняли? Да. Все поняли. Последний. То делать, если в конце написано минус 1, а перед этим написан нолик. В каком случае будет так? Это очень просто. Вообще-то, вот это число, оно делится на 4. Что бывает, когда из числа, делящегося на 4, вычитают единицу? Оно дает остаток 3. Правильно. Оно дает остаток 3. Вот это я и пишу. Остаток 3 при делении на 4. И опять наш картинка. Если у нас есть число n, а мы его хотим так записать, надо в конец написать минус 1, а сюда написать n плюс 1 велик на 4. В чем идея? Число n давало остаток 3. Но 3 плюс 1, это 4, уже делится на 4. Поэтому разделится, и все будет хорошо. Прошу при помощи этого нашего, тоже что-то, афицианного алгоритма, пришли к нам? Можно? Нет, 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 давайте числа. 345. Сколько? 345. 345. Еще что? 825. 856. 856. 960. Сколько? 742. 742. 756 кг. Да. Правильно. В самый конец пишем 0. И с каким числом теперь надо работать? С... 856 на 2. 856 разделить на 2, это сколько? 428. Пиши. Нет, не здесь, а под числом 856 пишем, что у нас сейчас получилось. 428. Отлично. Между прочим, тоже четное число. Поэтому тоже мало. Да. 204. Отлично. У нас уже четное число, поэтому тоже много. Да. Так. И дальше работаем с половиной 14. Обратите, пожалуйста, внимание. Начала она с большого числа, а сейчас у нее уже всего лишь 107. Это не так уж и много. Так. А теперь какой снаб пишем? Это уже не четное, это один. Нет, это не один. Пожалуйста, подойдите, посмотрите, какие у нас были правила. И... Значит, какое у нас правило? Писать 0, если четное. А дальше два варианта. Либо остаток 1 при делении на 4, либо остаток 3 при делении на 4. 107. Какой дает остаток? 3, конечно. Потому что 100 на 4 делится, а 7 дает остаток 3. Значит, здесь надо писать не 1, а... Минус 1. Минус 1. Такая вот забавная цифра. У нас цифры бывают 0, 1 и минус 1. И к какому числу надо перейти? Правило там какое? Посмотри. n плюс 1 надо разделить на 4. 27. 27, да. Откуда такая привычка у 7 делать такое низкое-низкое? Ну, не знаю. Сейчас не знаю. Можно справиться с ошибкой? Сейчас будет закрывать. Кстати, ребята, такую вещь я сегодня увидел за какой-то там 3 или 4 класс. Класс уже давно прошел. Коля открывает. И вдруг я вижу ошибку. Неважно какую. Ребята, а важно какую. Ровно эту ошибку он и сейчас делает. Если ему сейчас это сказать, посмотри, он ее сразу исправит. Иногда даже если не сказать, он ее исправит. Но тем не менее он ее делает. Ребята, мораль очень простая. Если вы в детстве делаете какую-то ошибку, неважно в чем, в русском языке, в математике, в чем угодно, пренепременно надо ее исправить и, что называется, запомнить. Потому что такие штуки, они, в общем, на всю жизнь сохраняются. И с этим, чем старше, тем тяжелее. Потому что... Вам в детстве не исправили эту ошибку, и вы, в общем-то, подумали, что, наверное, так оно и есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шуть зеленая абсолютная. Потому что у нас запрещены рядом... У нас по правилам запрещено рядом писать. Разве нет? Да, мы говорили, что у него нет. Ну? А у вас там подряд идут 3 минус единицы. Слева перед минус единицей надо всегда ставить ноль. Конечно. У вас же остаток именно 3. Да. Остаток именно 3. Минус 1. Ноль. Потому что мы переходим сразу в два разряда. Давайте посмотрим, потому что я боюсь, что мы уже сбились. Давайте посмотрим. Значит, шлину было число 856. Который был 428. Дальше 204. Дальше... 107. 107. Прибавили единицу, разделили на 4. 27. Прибавили единицу, разделили на 4. 7. Нолик надо написать все как положено. И здесь 7 плюс 1 пополам 2. А что такое 2? Это 0 и 1. Это 0 и 1. Так, ну что, господа, давайте проверять. Значит, это разряд единиц, двоек, четверок, восьмерок. Значит, у нас уже есть минус 8. 16, 32, дальше 64. Минус 128. Да? 256, 512, 1024. Дорогие мои, пожалуйста, прямо в столбик напишите и проверьте, так или нет. Потому что если нет, значит, вы где-то ошиблись. 8 и 32, это 40. 40 и 128, это 168. Осталось из числа 1024. Я пытаюсь сочетать. Это то же самое, что из 1000 вычесть... Сколько там? 44, да? 1000 минус 44, это 10, это 756. Я посчитал? Да. Считал. Ну что, она справилась с работой. Вы какое число берете? Какое? 642. Отлично. 742 делим на 2. 742 делим на 2. Сколько? 371. Отлично. Это ничего больше слова. Остаток какой? Какой остаток? При делении на 4, 371, какой дает остаток? 360 делится. 360 делится, да. Значит, осталось число 11. Остаток 3. Итак, 742. Число 371 дает остаток 3. Значит, что вы сейчас должны написать? Минус 1, совершенно верно. Да. Перед этим обязательно нолик. И теперь надо 372 разделить на 4. Сколько будет? Это будет 93. Это будет... Это число четное, поэтому... Еще раз. 372 надо разделить на 4. Меня не интересует, как четность получена. Мне не интересует само число. Это 93. 93. Отлично. Какой дает остаток при делении на 4? 1. 1, конечно. 1. И перед 1 пишет 0. И надо теперь 93 минус 1 попала. На 4 на 4. 93 минус 1 разделить на 4. Такой декорации. 23. Это будет 23. Это будет действительно 23. 23. 23. Какой дает остаток? 3. 3. Значит, опять пишем минус 1. и 0 пишем. И 0 пишем, да. 24 на 4. 24 на 4. 6. 6 это число четное, поэтому пишем 0. И осталось написать тройку. А что такое тройка? 1, 0, минус 1. Да? Неверно. Когда вы так пишете, минус 1, 0, 1. Вы получаете минус 4 плюс 1. Вы получаете число минус 3. А вас интересует число 3. 1, 0 и минус 1. Минус. Напишите сюда. Да. Да. Отлично. Теперь быстренько пройдитесь под этими числами и поймите, что это за степень двойки. Значит, самая последняя единичка. Перед этим 2, зря. 4, 8. Там где нули, это неинтересно. Правда? Какие степени вам интересны? Вам интересно, минус 2, вам интересно, плюс 8, минус 32. Что там еще интересно? Это было минус 256, правильно? И плюс 1024. Ну, проверяйте. 256, 32, 2. То есть сколько там, не минус, а плюс. Сумма будет 290. Отлично. Теперь надо взять число 1024, прибавить к нему 8. Это сколько? Это будет 1032. 1032. И скажите, сколько будет 1032 минус 290. 742. 742. Получилось. Спасибо. У вас все получилось. Мне кажется, что если внимательно посмотреть, что они делают, то все-таки понять алгоритм можно. Дальше давайте. 345, это нечетное число. При делении на 4 дает остаток 1. Правильно. Пишем 1. Да. Теперь эти динамички не еще много. Да. Тебе это надо. 344 разделить на 4. Да. Получается 86. Пиши. 86. 86 это четное число. Да. Отлично. Делим 86 на 2. Получается 43. Да. 43 это нечетное число. Проделение на 4 дает остаток 3. Пишем его 1 и 0. Да. Прибавляем 1. Да. Все правильно. К 43 прибавляем 1 и делим на 4. Получается 1. 11 это нечетное число. При делении на 4 дает остаток 3. Минус 1 и 0. 1 и делим на 4. Получается 3. 3 это нечетное число. При делении на 4 дает остаток 3. И еще минус 1 и 0. И пишем его 1. Отлично. Да, да, да. Все правильно. Снизу пишем. Да. Пишем его 1. Минус. Прямо в строчку. Минус 128. Да. Минус 32. Минус 8 плюс 1. Минус 8 плюс 1. Получается. 32 и 8 это 40. 32 и 8 это 40. Получается 513 минус 168. Пишите прямо в стол. 513 минус 168. Получится или нет? 5 и 340. Отлично, спасибо. Продолжение следует.